Здравствуйте, это Кабинет Русского Языка, рубрика для тех, кто хочет говорить без ошибок. Сегодня у нас особенный кофейный выпуск. Кто не любит выпить чашечку кофе, насладиться глисе или айриш кофе, в меню можно увидеть столько слов иностранного происхождения, что возникают сомнения, как же правильно произносить название кофейного напитка. Разберем прямо сейчас. Привет, Наташа. Привет, Олег. Ты какой кофе будешь? Я, Экспрессо. А я, пожалуй, латте. Или латте. Ты не знаешь, кстати, как правильно. Какая разница? Ну, это как йогурт или ягурт, мне кажется. По-моему, и так, и так можно. Главное, чтобы официант понял и не принес растворимый. А давай спросим у учителя русского языка Веры Евгеньевны Батраковой. Она точно знает, как правильно. А вот, собственно, и она. Здравствуйте. Здравствуйте. А я зашла выпить кофе. Присоединяйтесь, мы тут кофейничаем. Кстати, есть такое слово? Да, так говорить можно. Что вы будете, Экспрессо или вот латте? Я предпочитаю капучино. Однако, думаю, что вначале стоит разобраться с особенностями склонения, и ударение в словах, обозначающих кофейные напитки. Многие говорят Экспрессо, хотя такого слова нет. Итальянский напиток, приготовленный из кофейных зерен особым способом, звучит так. Эспрессо. Буквы К там нет. А как правильно говорить? Латте или латте? Довольно часто это слово произносится ударением на последний слог. Однако, это неправильно, ведь оно итальянского происхождения. Здесь действует правило языка источника. В итальянском языке ударение падает на предпоследний слог. Так что правильно говорить латте. А вот есть еще новое слово бариста, специалист по варке кофе. Вот оно склоняется или не склоняется? Потому что странно звучит, пойду к знакомому бариста. Мне кажется, лучше пойду к баристе. Как вы думаете? Слово это заимствованное, мужского рода, и оно не изменяется. Таким образом, и о мужчине, и о женщине правильнее говорить. Он, она превосходный бариста. В программе заявлен конкурс бариста. В столице пройдет мастер-класс бариста. А вот и наш кофе. А слово кофе для вас остается словом исключительно мужского рода. Я употребляю слово кофе в мужском роде, ведь три главных российских словаря. Словарь Даля, словарь Ожегова, словарь Ефремовой указывают, что кофе в русском языке исключительно он. Кстати, бариста и другие люди, рассматривающие кофе именно с профессиональной стороны, никогда не скажут про кофе оно. Кофе для них всегда он. Так что стоит прислушаться и к их мнению. А на сегодня это все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова